все рекомендуют медитацию когда вы просто наблюдаете за своим дыханием и как только приходит мысль вы эту мысль переключаете плавно на свое дыхание нет сегодня ребята не эта медитация это будет моя авторская наработка по крайней мере по крайней мере я эту наработку не встречал нигде ранее ни в каких книгах и действительно я к этой наработке пришел сам но почему нет может где-то какие-то древние буддисты а может быть не древние буддисты тоже пришли к этой медитации к этой техники но не суть суть что эта медитация работает вы в первую очередь прокачивайте свое наблюдение за мыслями кто-то на моем канале уже писал комментариях что я просто деревенеет тело у меня какие-то там эмоции я я не чувствую не вижу и не слышу никакие свои мысли дима о чем ты говоришь почему какие автоматические мысли так вот если вы будете делать эту медитацию со временем вы научитесь наблюдать за своими мыслями и не просто научитесь вы сможете их останавливать вы сможете переключать внимание благодаря той техники по социофобии которые я уже предоставил своем канале ссылка только что появилась помимо того что эта медитация дает осознанность вы наконец-то начинаете наблюдать за своими мыслями и сможете их в итоге контролировать эта медитация также помогает работать с релаксом с расслаблением состоянием спокойствия потому что вы наблюдаете за мыслями понимаете что это просто мысли в вашей голове вы понимаете что это мысли страшилки это нереально и вы успокаиваетесь а потом это уже начинает происходить в реальности да когда вы находитесь какой-то стрессовой ситуации вы понимаете что это не стрессовая ситуация это всего лишь всего лишь мысль у меня в голове потому что ситуация не такая страшная на самом деле в общем медитация классная и самое главное что эта медитация для начинающих она подходит абсолютно всем кто раньше не делал эту медитацию и так ваша задача сидеть либо стоять либо лежать как вам удобно вы закрываете глаза а можно открытыми как вам опять же удобно и ваша задача наблюдать за своими мыслями и мы будем не просто наблюдать за этими мыслями наша задача отправить их в три категории первое это будущее вторая категория это прошлое и третья категория это настоящее либо называется еще размышления и вот вы закрыли глаза вы лежите либо сидите вы расслаблены если они расслаблены это ничего страшного главное наблюдайте за мыслями и приходит первая мысль михаил все-таки смог прокачаться по моим видео куда относится это прошлое либо в размышления скорее всего эта мысль относится именно к прошлому потому что я общался с михаилом он спрашивал мне определенные техники у него это получилось то есть у меня есть может быть даже и картинка какая-нибудь прошлого то есть мы относим эту мысль к прошлому мы просто говорим себе это прошлое и ждем следующую мысль приходит следующая мысль интересно а если земля все-таки не круглая а плоская куда относится эта мысль эта мысль относится к настоящему либо к размышлению да я здесь размышляю о чем-то размышляю я так и говорю это размышление и опять жду следующую мысль приходит следующая мысль например блин мне нужно сегодня обязательно купить хлеб куда мы относим эту мысль к размышлению следующая мысль приходит приходит картинка что через год будет что-то каждую мысль которая приходит отправлять в одну из трех категорий прошлое настоящее будущее может быть такое что мысль одновременно может быть и прошлым и настоящим так вы и говорите часть прошлая часть настоящая и вот ваша задача на протяжении хотя бы пяти минут отправлять мысль в одну из этих категорий вам не нужно погружаться в эти мысли все что нужно это ждать мысль пришла мысль отправить ее в категорию поток мыслей так как конвейер и вы такой стоите на этом конвейере и просто перекладываете одну мысль вот в эту категорию одну другую мысль вот в эту категорию в какой-то момент вы почувствуете расслабление когда хочется спать уже этого вам достаточно чтобы понять как работают медитации что интересно вот моем случае до личный опыт у меня оказалось что у меня где-то 80 процентов мыслей завязаны с прошлым 80 процентов мыслей о прошлом это просто жесть и самое для меня удивительное что о будущем я думаю вообще очень редко и еще один шок который я испытал когда наблюдал за собой это то что 99 процентов мыслей негативные о прошлом негативном а даже размышлениях которые в данном у меня происходит тоже негативные даже о будущем и я после этого начал больше активно как-то работать своими со своими мыслями чтобы убрать этот бесконечный поток жести который был в моей голове но это только у меня у вас может быть по-другому в любом случае когда вы будете таким образом наблюдать за собой вы действительно откроете для себя очень много интересных моментов напишите в комментариях какие делаете вы медитации подпишитесь на мой канал если хотите получать еще больше годного контента как этот если вам нравится это видео поставьте лайк и хорошего вам настроения пока пока а вот эта мысль прошлое а это размышление прошлое размышление прошлое размышление будущее будущее прошлое да хватит негативить мозг остановись давай чтобы быть интересно о это прошлое но веселое клевое мне нравится